Вы, конечно, знаете, в книге Второзакония, и да, и раньше несколько раз, но в Второзаконии особенно подробно, рассказано, что при завоевании Ханаана нужно истребить всех его жителей. Знаете, да, конечно? И человек открывает, неважно, даже христианский или еврейский, открывает Библию и говорит, вот видите, какой ужас, как это можно, такая же ужасная книга Библия. И очень часто мы видим, что люди, которые как бы нацелены антирелигиозно, когда им говорят, что Танах или Библия – это важное наследие позитивного взгляда, он говорит, такой позитивный взгляд, да вот мы открываем, и написано там, нарушает субботу, побейте его камнями, ну или там что-нибудь еще, да, или там неверная жена закидать его камнями, а всех жителей Ханаана убить, обратить в рабство, ну и миллион таких законов, которые там есть. И всегда люди религиозные, им не очень понятно, ну и как им, собственно, защищаться, потому что если мы говорим, что библейский текст, он – это святое, это божественное откровение, это божественный свет, у тебя говорят, такой божественный свет, ну вот смотри, чего там написано, то всегда им очень важный и правильный ответ, что религиозная традиция уже давно это рассмотрела, и постановила, что это относилось только к тому времени. Поэтому, а как же там у вас ужасные вещи написаны, это можно обсудить, но это относится к истории. Надо ли было так поступать в XIII веке до новой эры, и это вопрос интересный, академический, уж точно не имеющий к нам никакого отношения, к практическому. Чтобы оценить, что тогда происходило, можно оценить, какой тогда был мир, какие тогда были нормы, и вообще, какая была мораль, и много всего другого, что не применимо к нам. А традиция религиозная давно-давно постановила, что все это никакому нашему времени не применимо. Поэтому, действительно, есть ли в Библии такие ужасные моменты? Есть, но давно решено, что они не применимы. Поэтому, нечего их, так сказать, ими размахивать, потому что нужно взять религиозную традицию в полноте, а не выдергивать отдельные фразы.